Всем привет, с вами Эд, это долгожданное видео про все мои объективы. В 2007 году у меня появилась первая зеркальная камера, соответственно, несколько объективов к ней в этом же году появилось. Я начал заниматься коммерческой съемкой, потом как-нибудь расскажу какой, но не едой сначала. И спустя 17 лет я созрел на то, чтобы снять вам видео, какие объективы у меня есть сейчас, и немножко попробую вспомнить о тех объективах, которые у меня были раньше. Не переключайтесь. Сейчас я снимаю на Panasonic Lumix. G9 моя основная камера, на которой я фотографирую. GH5 это основная камера, на которой я снимаю видео. Есть еще одна камера Lumix, G80. Иногда на нее снимаю, особенно вторые какие-то ракурсы для видео. Сегодня не буду это городить, потому что так это слишком много времени займет. Давайте начнем с актуального, то есть тех системных объективов, той системы, с которой я сейчас работаю. Соответственно, начнем с рабочих объективов. Самый мой любимый на текущий момент объектив. Это Sigma 56-1.4 DCDN, диаметр 55. И это серия Contemporary. Он почему-то называется 018. Такое стекло. Там прям много стекла и железа. Очень классный объектив. Уже он у меня года с 2019-го. Соответственно, 5 лет. Так что я им очень доволен. На Кропе 2 он получается 112.1.4. Я на него снимаю все, что почти макро, но еще не макро. То есть, когда мне нужно крупно какую-то деталь блюда снять, я в принципе могу. Но макро он не умеет, конечно. Я не помню дистанцию фокусировки, но в районе 30 сантиметров. Если вы видели хоть какие-то мои фотографии, скорее всего, они были сняты на этот объектив. Либо на вот эту лейку. Лейка Lumix. Digi Sumi Luxe 1 на 1.4 25. То есть, 25 миллиметров. 1.4 диафрагма. Это эквивалентное фокусное расстояние полтинника. Соответственно, на 2 умножаем. Тоже отличный. Металлический. Много стекла. Ну, немножко похрипывает в последнее время. Но ничего страшного. У меня есть, если что, запасной похожий. Вот у него есть еще бленда. Я, в принципе, его всегда с бленда использую. Потому что я обычно достаточно глубоко в кадр захожу для того, чтобы фотографировать на это стекло. Оно нужно для того, чтобы снимать сверху, снимать большие композиции и снимать в интерьере. Когда мне нужно показать, например, засеверированный стол и на фоне, чтобы было кафе. И если я хочу погрузить зрителя больше именно в атмосферу, то лучше снимать на полтиннике. Если я хочу эффектно, чтобы выглядела только еда, это 56.1.4. В принципе, это все объективы, которые мне нужны для того, чтобы снимать еду в ресторанах и предметку, которую я все чаще и чаще снимаю. Но, когда я снимаю интерьеры, мне обязательно нужен вот этот малыш. Это Laowa. Я думаю, что так она произносится. Laowa 7.5mm f2. Это на микро 4.3. Получается эквивалентное фокусное расстояние 15 мм. Ширик, без особой дисторсии. Очень я люблю на него снимать. Не только, кстати, использую его не только для интерьерки, но еще пейзажи, путешествия. Люблю такое фокусное расстояние. Это очень прикольно. Если мне нужно снимать прям макро-макро, мне не понравились те объективы, которые нормального фокусного расстояния для Lumix есть. Это Leica 45.2.8, по-моему, макро. Мне не очень зашел объектив, очень медленный. И, блин, 2.8 это темно, но при этом стоит дофига. То есть 56.1.4 или 45.2.8, это капец. При этом у Naktikron, по-моему, который 45.1.2, 1.2 это очень приятно было бы. Но он баснословных денег стоит, и у него макро тоже нет. И он еще, и у него дистанция фокусировки больше, чем у 56 Sigma. Для макро у меня есть Lumix G-Macro 2.8 30. То есть 2.8 диафрагма, 30 мм фокусная. Соответственно, эквивалентная 60. Если нужно прям макро-макро, которое не может дать Sigma, я использую его. Достаточно редко. Но для съемки, в смысле на работу, я его с собой беру. Из недавнего, что касается работы, у меня есть tilt 50 мм. f1.4 от TT Artesano. Это, можете посмотреть обзор на этот объектив. Это объектив, который умеет делать вот так. Я думаю, что... Короче, если вам интересно, обязательно посмотрите, если еще не видели. Килт объектив позволяет снимать предметку и еду без искажений. Очень профессиональный объектив. Тем более, стоит недорого. Качество исполнения очень хорошее. На открытой диафрагме им особо не поснимаешь. Но для тех целей, для которых он и существует, это прям классное стекло. Также, не отходя далеко, можно сказать, что это эффектные объективы. То есть, tilt нужен для определенного эффекта. Не всегда. Далеко не всегда я его даже с собой беру. И есть еще вот такой тоже полтинник. То есть, на crop 2 матрице получается 100 мм. 1.4 tilt. Ручной фокус, ручная диафрагма. Все замечательно. Этот красавчик тоже. Тут стекла просто. Вот столько стекла, я не знаю, больше вообще я не видел в объективах. По крайней мере, для микро. Может быть, только ногти крон. Это 50 мм f0.95. То есть, на моей микре, на G9 или на любом другом фотоаппарате, это получается 100 мм f0.95. Вот тоже есть обзор на этот объектив шикарный. И шикарный обзор, и шикарный объектив. Очень мне нравится качество. 100 мм f0.95. Камон. На открытой также им особо не поснимаешь. Но для того, для чего он создан, он подходит прекрасно. Тем более, он стоит еще дешевле, чем tilt. Не знаю. Мне кажется, это очень... Если не знаете, что себе подарить на какой-нибудь праздник, подарите такую игрушку. Он супер металлический. Очень удобный. Хорошая фокусировка. Механическая диафрагма. Куча стекла. Прикольные вообще. По поводу видео. Я снимаю на гашек. Это Panasonic Luminex GH5. И все разговорные свои видео, либо какие-то видео на природе, или с рук в интерьере, я снимаю вот на эту линзу. Это такая же, как Sigma 56-1.4 Contemporary. Тоже тут есть буковка C. То есть, это тоже Contemporary Sigma 16-1.4. А на какой объектив я снимаю так, чтобы практически ничего не поменялось? Будет чуть дальше. Потому что я его снял. Вот я его держу в руках. Практически картинка не изменилась. Если изменилась и заметили, то... Скажите, в какую сторону? Дальше будет про тот объектив. А этот? Он, конечно, шикарный. Но он достаточно большой. То есть, прям, прям серьезно большой. Большой и вот так, и по высоте. По сравнению с тем маленьким. Но мне просто супер нравится картинка с него. Его качество сборки. Я мечтаю себе всю эту линейку иметь. В конце расскажу, какой еще хочу объектив этой же серии, между прочим. Мог бы таскать его с собой на съемки еды, для того, чтобы снять что-то более широкое, чем на эквивалентный полтинник. Но не таскать. Но не таскаю, потому что он большой. И потому что он всегда готов для съемки этих видео специально для вас. Путешествовать с кучей фиксов. Я всегда путешествовал с кучей фиксов. Но для удобства хочется, конечно, что-нибудь вот такое. В первую очередь, наверное, расскажу про 35-100. То есть, это эквивалентное фокусное расстояние 70-200. Очень пыльный. Давно никуда не путешествовал. При этом он не хобот. То есть, он не выезжает. Это мне очень нравится. Я не люблю зумы, у которых это все выезжает. Вот. 35-100 F2.8 постоянное. При этом, соответственно, это получается 70-200, 2.8 и двойная стабилизация. Да. На макрике есть мега стабилизация. То есть, дополнительно к внутриматричной стабилизации. Еще есть стабилизация внутри объектива. Там вообще все просто шикарно стабилизируется. На этом тоже есть такая же функция. Потому что 200 мм на кропе. А если снимать ногашек в режиме еще большего кропа. То есть, без особой потери качества. Там есть электронный зум. А есть хороший такой режим, где еще 1.3, по-моему, кроп или 1.4. Я, если честно, не помню. Короче, еще ближе зумировать. Именно для съемки видео. Классное стекло. Кто пользовался на репортаже или портретах 70-200, все и так все знают. Штатный зум, соответственно, для того, чтобы в путешествиях вообще не париться за объективы. Это Leica. Это, кстати, тоже Leica. Нет, это Lumix G, то есть это не Leica'овский зум 70-200. А вот этот 12-60, то есть 24-120. Это Leica DG Vario Elmarit 2.8-4.0. К сожалению, переменная диафрагма. Я немного не такой хотел взять на долгий тест и потом, естественно, выкупить как бывший амбассадор Panasonic'а, видимо. Бывший, не бывший, не знаю. Был я когда-то амбассадором. 12-60. Это реально, вот можно этот один объектив надеть и с ним ходить, не снимая, снимать все от достаточно широкого 24 мм до достаточно узкого 120. И тут также есть дополнительная стабилизация. Очень хорошее стекло. Многие его хвалят. Даже больше, чем 12-35 2.8, который вот в дополнение к этому зуму должен идти. Короче, ну типа как 24-105, но при этом с переменной диафрагмой. Но зато на широком 2.8. Плюс я еще говорил, что я Laov'у использую для путешествий, для супер широкого угла. Понятно. Дальше. У меня есть, вы не поверите, три лишних объектива на систему Lumix. Это супер-пупер блинчик 12-32, 3.5, 5.6. Вот так вот он раскладывается. И зумирует. И короче, вот как обычный стандартный зум объектив, который идет со всеми камерами. Есть такой блинчик. В нем тоже есть MegaOS. Это типа оптическая стабилизация в нем, внутри. И она еще вместе с камерой работает с матричной стабилизацией. Это просто бомбезно. Для какой-то вылазки, типа его надеть на G80. Он, кстати, на нем всегда практически и стоит. Сунуть практически в карман, либо куда-то вообще в карман рюкзака. И в любой момент достать и снять, и получить хорошие кадры. Классный вариант. Поэтому я его не продаю. Хотя, ну вот сравните, да? На легкую прогулочку, с каким бы вы хотели пойти. Понятно, что этот даст более качественную картинку, но этот прям в карман можно засунуть. Дальше. У меня есть 25.1.7. Это просто Lumix. Такой типа стандартный полтинник. Мне его дали в нагрузку камере. То есть я покупал новую, по-моему, GH5. Мне дали его. А потом я захотел 1.4. Купил 1.4. Но это так и не продал. На него прям очень мало кадров сделано. Я не вижу смысла его продавать. Не знаю. Просто хороший полтинник. На него ничего вам особо показать не могу. Если мне нужно, например, снимать на полтинник фотографию. А я при этом снимаю backstage там какой-нибудь курс или урок какой-то по съемке. И мне нужен полтинник. То у меня вот есть еще один полтинник. Он хотя бы светосильный. То есть я вместо него мог бы поставить, например, какой-то зум. Но зум будет минимум 2.8. А этот полтинник 1.7. Поэтому я его храню и берегу. Дальше. Еще один лишний объектив. Я уже сказал, что для видео использую Sigma 16.1.4. Крутецкую. А это 15.1.7 Leica. Он очень маленький. Сравните с Sigma 16.1.4 по размеру. При этом он выдает похожую картинку. Только у него нет 1.4 диафрагмы. Он мне тоже нравится. Иногда он мне нужен. Я его беру с собой на рабочие съемки. Он тоже валяется в сумке. Но на него очень редко снимаю. Потому что сильно широко уже получается. Это скорее для интерьерки для чего-то можно использовать. Просто когда я снимаю на гашек с этим объективом. Я не могу, соответственно, оттуда снять этот объектив. Чтобы с ним поснимать. Могу поснимать на этот. Еще таскать Sigma с собой на рабочие съемки. Когда он очень редко нужен. Но может понадобиться. На всякий случай. Я бы не хотел Sigma таскать. Поэтому Sigma у меня практически всегда на гашеке. И готова к тому, чтобы записать видос. И это в принципе все, что у меня есть для Lumix. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать объективов для Lumix. Из них три с ручными настройками. Типа ручной фокус и ручная диафрагма. Три не особо нужных. И парочка для работы. Сейчас мы перейдем к универсальным, но не менее интересным объективам. А пока скажу вам, что это видео вообще возможно благодаря тому, что меня люди поддерживают на бусте. Я пообещал, что на 25 подписчиков я сниму этот видос. Уже там подбирается к цифре 35. Я обещал снять про все мои камеры, которые были, есть и которые я планирую. Кстати, про объективы тоже расскажу. Какой хочу еще объектив. Если вы хотите, чтобы это видео вышло быстрее, или хотите поддержать канал, или хотите участвовать в разборах, присылать свои фотографии на ежемесячный разбор фотографий, которые вот тут можно найти, подписывайтесь по ссылке в описании на бусте. Всех жду. Там еще закрытый чат в телеге. Там очень интересно. Давайте начнем с красивой коробочки. MS Zenitar M. Рыбий глаз. Это, короче, объективы на М42. Я думаю, что многие знают, что это такое. Соответственно, вот тут откручивается крышка байонета. Байонет М42. И к нему его можно прикрутить примерно вот такой переходник. Это, правда, переходник на другую систему, но не страшно. Это Zenitar Fisheye. 2,8-16 мм. Все, естественно, ручно-фокусное. Фокусировка тут буквально с миллиметра начинается бесконечность уже. Так что очень прикольно на него снимать. Я на него снимал много панорам, виртуальных туров и просто каких-то интересных фоток, для которых требуется Fisheye. Конечно, Fisheye раскрывает себя на полнокадровой матрице. То есть сейчас он мне практически не нужен. Надо выставить его на продажу. Если вдруг вам нужен Zenitar, вы знаете, кому писать. К нему, кстати, больше ни к одному у меня объективу такого нет. Помимо того, что у меня есть вся документация, все там оригинальные коробочки, какой там был упаковщик, дата про 15-го года объектив. Прекрасно. То есть он еще и новый буквально. Дата выпуска тут не написана, а тут написано 5-е, 15-е. То есть май 15-го года. Тут есть все документы, приложения к руководству, бла-бла-бла. И есть вот такая штука. Она, к сожалению, тут немножко лопнула. Но там хранятся цветные светофильтры. Я не знаю, вам, наверное, видно не будет, но я сейчас что-нибудь подсниму. Красный, зеленый и желтенький. Вот. Они накручиваются. Смотрите, вот это я защитный сейчас скручу. Вот тут с этой стороны, то есть не с передней линзы, потому что тут 16, и это фишай, и он, к сожалению, сюда... Нет, кстати, тут есть какая-то резьба, но я не знаю, что тут она крутится, и будет все видно. Потому что вот так вот выглядит бленда. Вот. Но если вы все равно хотите какие-то использовать фильтрики, вы можете их взять и накрутить с обратной стороны. Это супер-профессиональная штука. Зенитар фишай через переходник подойдет на, в принципе, любую из современных систем. Если хотите побаловаться, пишите, я вам его продам. Также есть любимый объектив всех времен и народов. Крышечку не помню, где задняя у него. Гелиос 44М 2.58. Этот я продавать не буду, потому что, во-первых, он отцовский. Во-вторых, у меня есть зенит, на который я могу на пленку поснимать, на этот объектив. Вот. Слушайте, я на него снимал. Я на него снимал еду, и даже вам сейчас покажу фотки, которые у меня на него получились. То есть, если вы хотите более подробный выпуск про съемку на объектив, который можно реально там за 500 тысячу, полторы тысячи рублей купить, или найти где-то у дедушки, бабушки или у родителей в закромах, то напишите в комментах, я сниму, что можно снять еще более вдумчиво на Гелиос. Понятно, что есть у него свои нюансы, но диафрагма рабочая, фокусировка рабочая, можно снимать. И еще из М42 у меня есть вот такой объектив. Я его покупал и дарил своей жене очень-очень давно, сколько-то 10 лет назад. Это МИР-1В 2.8-37, то есть 37 миллиметров 2.8 диафрагма. Также все работает. Щелкает диафрагма от 2.8 до 16. И есть плавная регулировка диафрагмы. Короче, переключаешь типа на 16, а тут есть колесико, которое позволяет плавно ее регулировать. И для видео такой объектив можно использовать. Это прикольно. В принципе, если захотите, про него тоже могу снять, что на него может получиться. Ну, 37, имейте в виду, что это типа 74. В принципе, неплохой фокусной для микро 4.3. Это что касается М42. Естественно, есть, я хотел про аксессуар рассказать, есть все переходники на все системы, на которые мне было это нужно. Давайте поговорим про актуалочку для кого-то, но не для меня больше. И даже не для жены, потому что мы продаем ее фотик 1300D. Если хотите, он на авито уже есть, либо напишите мне. 28.1.8. EF USM. Свежий объектив, я его покупал новым. Также в подарок. На него снято, наверное, 300 кадров. В идеальном состоянии. Классный объектив, кстати, я на него очень любил снимать на full frame. Потому что фокусное такое. И не 24, и даже не 35. Короче, вот вроде как средненько, но у меня, я дальше расскажу, у меня была 20 и 28 похожий. Ну, то есть не этот экземпляр, а тот, который я уже продал. Мне очень заходит такое фокусное. И теофрагма 1.8, по-моему. Да, 1.8 на полном кадре позволяет вообще размыть там задник все, как мы любим. Естественно, остался полтинник 1.8, купленный в B&H Photo and Video. Но тогда было практически только фото. В Нью-Йорке самолично. Звуки, конечно. Он суперубитый. Но, блин, он до сих пор снимает. Сейчас я вам включу аудиовизуальный эффект. Как он фокусируется? С каким звуком? Пластиковое всё. Мне кажется, чуть ли не стёкла пластиковые. Пластиковый байонет. Я такое вообще не очень, конечно, уважаю. Но, как бы то ни было. Слушайте. Он при этом фокусируется. Слушайте дальше. Надо только... Ну, молодец. Короче, он даже работает, но звук не очень приятный. В принципе, нормальная история. То есть, вот это прям такой достаточно серьёзный и тяжёленький. Это суперлёгкий, но до сих пор работает. В Америку мы ездили в 2008 году. То есть, ему 16 лет. 16 лет. До сих пор фокусируется, снимает замечательно. Вот это Lensbaby. Тоже мне привезли из Нью-Йорка в подарок жене. Если кто-то знает, что это такое, но никто не знает, что это такое. Это объектив. Так вот он выглядит. То есть, он ставится на камеру, как обычно. А тут я боюсь сильно пользоваться, потому что тут резиночки. Ну нет, вроде они даже максимально живые. Короче, фокусировка осуществляется вот таким движением. И можно изменить эффект, взять Tilt-Shift вот таким вот способом. А так как диафрагмы-то тут нет вообще никакой, ничего нельзя делать. Есть вот такая штучка. Если она не рассохлась. Нет, нормально открывается. Вот эти диски — это диафрагмы 2.8, 4, 5.6 и 8. И делается это вот таким образом. Бросаете туда диафрагму 8. Она у вас не выпадывает. У вас становится диафрагма 8. А когда нужно заменить, вот у этого держателя диафрагм, будем так его называть. Есть магнитик, и это делается вот так. Понимаете? Хотим, бросаем туда 5.6. У нас сегодня настроение открытой диафрагмы. Всё, там 5.6 теперь. 8 убираем сюда. Сюда же убираем остальные. Можем их сразу закрыть, а можем всё-таки достать 5.6 и убрать сюда. Расскажите мне в комментах, пожалуйста, пользовались ли вы такими. Lens Baby. Тут, короче, всё крутится. Есть крышечка. Прикольная крышечка. Вот такая игра и гармонь. Чехольчик — это от него. Поэтому он в идеальном состоянии. Для хипстеров лет через сколько-нибудь цать будет прикольно. Хотя там уже и хипстеров не будет, наверное. Остался пока один объектив. Но вы не расходитесь. У меня ещё есть аксессуары. Сейчас о них тоже поговорим. Это объектив на Nikon 1J1. Тоже достаточно маленький такой типа блинчик. Да, вы не поверите, у меня есть Nikon. Вот такой вот Nikon у меня есть. Я его покупал себе. Я с ним ездил в путешествия. Фоткал, снимал видео. Он снимает 400 кадров в секунду, по-моему, видео. Оно там пикселит страшно, но при этом он снимает. Давайте сделаем как раз вот так сразу, чтобы не испортить совсем. Вот. Всё работает до сих пор. Я думаю либо продавать его, либо сыну отдать, но он не очень, конечно, прикольный для... Хотя прикольный, конечно. Включается от поворота. Хоп! И он тут включается уже. Вот. Но это, что касается камеры, объектив вот такой 10-30mm f3.5-5.6, по-моему. Всё как обычно. 3-5-5.6. Со стабилизацией. Объектив со стабилизацией. Так что имейте в виду. Ну и переходим мы к аксессуарам. Есть бленда на какой-то из объективов Lumix. Нет, не на этот. Может на этот. О, нифига. А я, кстати, хотел... Я не знал, что у меня есть на него бленда. Это 35-ка лейка. И на него эта бленда садится. Не знаю, насколько она хорошо, что делает. Тут есть внешняя ещё резьба для фильтра. Прикольно. Бленда. А вот, например, на полтинник 0.95, который достаточно зайцеловкий, на него бленды нет. И вообще как бы непонятно, что с ним делать. Как его спасти от зайцев, которые вот они. Покупаете 3D принтер. Изучаете матчасть. Замеряете штангенциркулем. Ну, come on. И вот так делаете, и всё. У вас есть бленда. Можно сделать её более красивой. Я торопился. Очень дёшево стоит... Ну, бленда стоит рублей 8-9, наверное. И такую можно напечатать на любое стекло. Вот. При этом тут такие полосочки. Не знаю, насколько матовое это всё получается. Но она реально спасает от тех засветок, которые идут прямо в объектив. Надевается даже дальше, чем надо. Сейчас могу сломать. Но у меня есть файл, чтобы её напечатать. Если вдруг у вас есть такой объектив и есть 3D принтер, я могу вам прислать. И вы напечатаете себе такую штуку. Крышечка у Tilt'а удобнее, чем на полтинник 0.95. Но тоже интересно, что она такая с резьбой. И на сладкое я оставил. У меня есть два комплекта. Макроколец на М42. То есть можно взять два комплекта и прикрутить какой-нибудь... Кто у нас там самый распространённый? Гелиос. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Делаем так. Так, это, по-моему, на Nikon. Да, это на Nikon. Вот есть переходник на М42, на М4 третьих. Так. Дальше мы берём маленький G80. И на него прикручиваем вот такой объектив. Как вам? О, мой бог. На чём он может сфокусироваться, интересно. Примерно. Примерно ни на чём. Ну, короче, надо разбираться. Но вот такое есть. Такой прикол. А есть, менее прикольный прикол. Специально для вас купленный. Для вас, в смысле, для подписчиков. Набор макроколец. Тут их, по-моему, два. Насколько я понимаю. Это крышечка. Что-то тут вообще работает, нет? Это задняя крышечка. Это передняя крышечка. И вот так вот разнимаются макрокольца. Есть макрокольцо на 10 мм. И макрокольцо на 16 мм. Такие две штучки. Причём с контактами. То есть диафрагма будет управляться с тушки. Автофокус будет сохранён. Мне кажется, это максимально интересно. Когда-нибудь я точно хочу снять видос. И сравнить макрокольца с макрообъективом. Либо какой эффект дадут. Какое-нибудь минимальное макрокольцо на, например, 56.1.4. Как вы на такое смотрите? Мне кажется, это будет прикольно. А ещё касательно аксессуаров для объективов. Конечно, у меня есть lens pen. Вот такой вот оригинальный. Есть ещё штук 5 неоригинальных. Чё-то не могу их найти. Очень хорошая штука. Для того, чтобы смахнуть пыль с обеих сторон объектива. И потом протереть их с помощью вот этой вот штучечки. Короче, must-have для любого фотографа, который ляпает объективы, меняет их. А я меняю объективы сотню раз за съёмку. Спокойно вообще. А, я обещал. Ещё я обещал вам рассказать, что я хочу купить из объективов. И я подумываю, что вместо вот этих двух объективов, это Leica 25.1.4 и Lumix 25.1.7, вместо них купить Sigma 30.1.4 Contemporary. То есть, у меня все Sigma сейчас серии Contemporary. Мне они очень нравятся. И я бы не отказался от такого же объектива с фокусным 30 мм. Который позволит мне снимать сверху. И более какие-то обширные композиции в интерьере. Но при этом будет вот такого же качества, а не жужжащий, как Leica. И не 1.7, как вот этот Lumix. Если хотите быстрее увидеть видос про все мои камеры, и которые я собираюсь хотеть. И которые у меня были, и которые есть сейчас. Подписывайтесь на Boosty. А если вдруг вы хотите научиться снимать паттерны, то у меня стартует с 25 марта новый поток. Десятый юбилейный курса по паттернам. Вся информация есть по ссылке ниже. Всем спасибо. Всем пока.